И напоследок, как правильно накормить своего мужа, а если муж еще и шахматист, гроссмейстер мирового уровня, который разъезжает по всему свету, сделать это будет совсем непросто. Майя Гельфанд, супруга капитана израильской сборной по шахматам Бориса Гельфанда, знает ответ на этот вопрос. Более того, об этом она написала в своей книге, которая так и называется «Как накормить чемпиона». Мы решили проверить, как питается один из ведущих шахматистов мира. Наша съемочная группа побывала в доме семьи Гельфанд. Майя Гельфанд точно знает, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Своего мужчину, одного из ведущих шахматистов мира, гроссмейстера Бориса Гельфанда, голодным она никогда не оставляет. Я очень люблю готовить. На самом деле я готовлю, ну, очень с раннего возраста я готовлю. Но когда мы с Борей поженились, тут я уже получила полностью в свое распоряжение полную свободу творчества. Свобода творчества теперь и на бумаге. Как накормить чемпиона? Так на иврите называется майна книга. С одной стороны, это настоящий дневник. Три десятка рассказов о личной жизни шахматиста мирового класса, где есть все. И радость побед, и горечь поражений. С другой стороны, это настоящая поваренная книга, готовые рецепты на все случаи жизни. А муж приверит ли в Киде? Очень. Он делает вид, что ему все равно, но на самом деле он ест очень избирательно и очень умеет выбирать хорошую еду. В ресторанах всегда пиво тарелки намного вкуснее, чем в моей. Он много ездит по заграницам? У него большой опыт, поэтому он знает, как выбрать самое вкусное. На этот раз выбор за май. Шоколадный торт, который готовится специально по случаю приезда нашей съемочной группы. Последний рецепт книги. Назван скромно. Торт победителей. Когда торт? Ну, торт их скоро. Ты давай тут мне это, не мешай мне. Не мешай? Не мешай, да, да. Ты не мешаешь. Чтобы не мешать важному кулинарному процессу, Борис пока ведет нас в свой кабинет. Это, значит, Кубок мира, который я завоевал в 2009 году в Ханты-Мансийске. Одно из самых главных достижений пока в карьере. Уральский малахит весом в 10 килограммов явно выделяется на фоне богатой коллекции медалей. Выделяется и история его завоевания, которой посвящена в книге «Отдельная глава. Как приготовить суп к шурпу». Это когда за окном минус 37, а любимый муж находится на крайнем севере, за тысячи километров от родного дома, в солнечном Решов-Люционе. Так, ну, если я проиграю, так хотя бы будет оправдание, что я играю черными. Да, это правильно. Любимых от Остапа Бендера. Трюк Бендера здесь, увы, не работает. Результат спарринга с капитаном сборной Израиля известен заранее. Кажется, что осталась одна интрига – узнать, получился ли шоколадный торт, все ли сделано по книге. Но для Бориса и здесь никаких сюрпризов быть не может. Ну, я на своем желудке изучил эту книжку. Это же сначала на мне как бы тренировались. И лучше это вошло в книгу, что, скажем так, может быть, мне больше понравилось, может быть, что хозяйке больше понравилось. Легким движением руки Майя достает торт из духовки. Говорит, что в кулинарии, как в шахматах, с виду кажется, что легко, это же не штангу поднимать, но на самом деле все гораздо сложнее. Она-то точно знает, что это далеко не искусство, а самый настоящий, изнуряющий вид спорта. Надо уметь сочетать и то, и другое. Так же, как и в кулинарии, нужно сочетать и достаточное количество масла, сахара, соли, чтобы все было в пропорции, точно так-то и в шахматах. Довольны пирогом? Хорошо, вот сейчас все. Борис, здоровый? Ну, по-моему, да. Евгений Сава, Владимир Саминский, Фим Кучук. Специально для программы «Израиль за неделю». Правильно питайтесь и играйте в шахматы. Такой была минувшая неделя. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся в следующую субботу на телеканале РТВ. РТВ